Приветствую вас. Давайте разбираться с тем, что вы написали в своем сообщении. Значит, во-первых, вы пишете такую вещь для мысли в страх заболеть после перечитого стресса. Значит, у вас был стресс, и в результате этого вы теперь мучаетесь, страхом не заболеть. Каков это был стресс, какова его причина, каков предмет этого стресса, и, собственно говоря, наверное, самый главный вопрос, было ли у вас достаточно полное выражение эмоций по поводу этого самого стресса. Если нет, то, соответственно, тогда нет ничего удивительного в том, что вы избытываете страх заболеть, потому что если стресс, если эмоции, если переживания, сильные переживания не выражать должным, правильным образом, то, естественно, от него останется след. И этот след будет вам мешать. И я полагаю, что он уже вам мешает, этот след. След мешает вам тем, что не позволяет вам спокойно, нормально жить. И получать удовольствие от жизни. Соответственно, нужно вам для начала определить, что есть, что составляет этот самый стресс. Вам желательно бы заново его пережить путем ретроспективы. То есть, определить, как бы заново, да, что произошло. Заново провести оценку того, что произошло. Это очень важно. Очень важно для вас. И важно для того, чтобы страхи вас, наконец, отпустили. Дальше. Дальше вы пишите, что у вас есть постоянный страх заболеть. Вы боитесь заболеть. Тут тоже необходимо разбираться, почему вы боитесь заболеть. Чем обусловлены ваши опасения заболеть? Чего конкретно вы боитесь? И здесь важно применять некоторые, несложные, на мой взгляд, техники. Ну, если даже не столько техники, сколько такие вопросы. Просто-напросто отрезвлять себя, если угодно. Отрезвление происходит за счет постановки себе вопросов. Вот я боюсь заболеть. Говорите вы себе. Заболела ли я на данный момент? Нет. Значит, чего мне бояться? Это достаточно несложное. Если вы будете сами, постоянно, время об этом спрашивать, если вы будете сами задавать себе этот вопрос, поверьте мне, страхи достаточно скоро просто-напросто перестанут вам мешать. Но пока вы поддаетесь этому страху, пока вы действуете нерационально, а страх – это всегда отсутствие рационального. Такова природа страхов. Пока вы действуете именно так, естественно, вы будете бояться этих самых страхов. Действительно, вы будете испытывать их постоянно. Дальше. Далее вы пишете о том, что, значит, далее вы пишете о том, что у вас ребенок заболел, и вы уже 4 года не живете, а существуете. Тоже, знаете ли, не совсем понятно, что это значит. Ну, хорошо, ребенок заболел. Ладно. Где его отец? Каковы ваши отношения со всем ребенком? Одна ли вы или нет? Если у вас, ну, как бы, семья, если у вас, кому поддержать вас? И так далее. Далее вы пишете о том, что вас мучают депрессии и не дают мне жить. Депрессии. Вообще, говоря, депрессия является психическим заболеванием. И до тех пор, пока врачом не будет диагностировано оно, это психическое заболевание, нельзя говорить о том, что оно у вас есть. Нельзя диагностировать для себя депрессию, если нет факта, что она у вас есть. То, что вы описываете, скорее всего, можно назвать депрессивным состоянием. Это вполне может быть. И складывается оно из того, что у вас есть постоянные, негативные, неразрешимые ситуации, которые мешают вам получать удовольствие от жизни и реализовываться. С ними, как я надеюсь, вы понимаете, нужно разбираться. Потому что вот так, на основании одного ответа на один вопрос, причем такой небольшой, нельзя вам помочь никак. По крайней мере, с точки зрения психологии. Значит, далее у вас всегда что-то болит. Ну, это может быть связано 50 на 50 со страхами, потому что, довольно психосоматика, оно не лишним будет обратиться к врачу и не лишним будет пройти обследование хотя бы ради ребенка, ради вашего ребенка. Ну и что хочется вам сказать еще. Понимаете, проблема у вас есть. И ребенку нужна счастливая семья. Ребенку нужна счастливая мама. И чтобы дать это ему, вам нужно решить свои проблемы. Эта работа, работа над собой, работа с психологом, может быть, еще с каким-то специалистом, не столь важно, но тем не менее, это работа. И вам нужно настроиться на эту работу. Понять, что вот да, вот, помочь вам сразу никто не смотрит, ибо информации слишком мало. Если у вас есть психологические трудности, то это терапия. Это терапия, работа с вами. И судя по всему, работа здесь не на один и не на два раз. Хотите вы этим заниматься или нет, решать вам? Ну, я бы очень рекомендовал. Хотя бы ради ребенка. Если уж не ради себя, то ради ребенка. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok